Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Майнкрафт Веселый Камень. Так, я вот тут поставил сундук, сложил сюда стройматериалы, там саженцы, которые нам выпадали в процессе нашего крафтинга. Так, и сейчас я отправлюсь в поход на поиски биома тропического. Мне почему-то кажется, что он в той стороне. Мы-то особо далеко в ту сторону не ходили, хотя мы и в ту сторону не ходили. В общем, хочется мне поискать, где же тут у нас тропики. Наверняка они где-то есть. Наверняка они где-то есть. Так, и, собственно, я пойду... Так, нужно подкрепиться на дорожку. Вот, и я, пожалуй, пойду поищу, где же у нас тут есть тропики. Так, коровки. Я вас даже убивать не буду, потому что мне сейчас не до вас. Так, вот то... То какой биом? Снежный или тропический? Так... Так, вот тут... Тут, тут, тут... Ну, где же тропики? Где же тропики? Блин, мне нужно найти тропики. Нет, то, походу, снежный биом. Да, там ёлки растут. Блин, ёлки мне не нужны, ребят. О, жесть, опять зрение Ванги включилось. Так, тут нам главное не заблудиться. Ладно, сейчас я, короче, поставлю на паузу. И если найду, то продолжу. Если не найду, то всё равно продолжу. Слушайте, кажется, у меня проблема. Я в поисках тропического дерева забрёл в лес. Вы посмотрите, какой он огромный. И он со всех сторон одинаковый. И я реально не помню, где наш дом. Вот я этого реально не помню. Я заблудился. Ну ладно, продолжим поиски. Там посмотрим. Слушайте, я ушёл дальше. И тут этот лес переходит вообще в тайгу. И вы посмотрите, какая она огромная, бескрайняя. Тут одни ёлки растут. И я не знаю. Мне кажется, я не в том направлении двигаюсь. Вот. Ну ладно, продолжим поиски. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот наступает ночь. А я до сих пор тут брожу по лесу. В поисках обратной дороги. Я не нашёл всё-таки тропических деревьев. И чё-то у меня такое ощущение, что... Ну вот, уже я слышу зомби. Уже они сейчас, наверное, начнут меня кушать. Потихонечку. Ну ладно. Продолжим наши поиски ночью. Вот. Попробуем побродить. Я всё-таки хочу найти тропические деревья. И я не отступлюсь от этой цели. Слушайте, вон наш ориентир. Я вышел обратно. Ура! Я вышел обратно. И я увидел наш ориентир. Теперь бы добежать до него спокойно. Но я думаю, мы добежим. Вот. Я думаю, мы добежим. И пропустим эту ночь. Какой... Я не знаю, в какую сторону идти-то искать ещё. Блин. Вроде бы везде уже ходил. Нигде ничего не находил. Может быть, забить на эти тропические? Нет. Я не отступлюсь. Я всё-таки должен их найти. И я их найду. Я должен их найти. И я их найду. Так. Давайте. Давайте поспим. Пропустим эту ночь. И ладно. Ставлю на паузу. Продолжаю. Кажется, я вижу тропики на горизонте. Вон. Это тропики? Или меня уже глючит? Я хочу увидеть желаемое. Но я всё-таки верю, что это тропики. Побежали быстрее. Неужели я нашёл тропическое дерево? Да. Да. Ошибки быть не может. Это тропики. Так. Надо покушать. Мом-мом-мом-мом. Мом-мом-мом-мом-мом. Так. Давайте возьмём кактусов себе. Я вот, кстати, не знаю. Зачем нам, кстати, кактусы? Ну. Да пригодятся. Вот. Потом их будем разводить. И вот они тропики. Ура. Ура, 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 ура. Я уж думал, я вас никогда не найду. Так. Это же тропическое дерево. Эй, ты тропическое дерево? Да, тропическое дерево. А из него хоть не обычные доски делаются. Доски тропического дерева. А какой у них цвет? Скажите, у них хоть цвет другой? Хотя, это нужно наглядно сравнить. Ну ладно. В любом случае, я хочу, чтобы у меня было тропическое дерево. Вот. Поэтому я сейчас буду его собирать. Собирать тропическое дерево. Как я хотел. Как я долго этого искал. Как я... Я обыскался просто, Владс. Я в такую даль бегал. О, по ним, кстати, можно карабкаться. Давайте попробуем залезть на... Ай. Ну да, с паркуром я уже говорил, что у меня проблемы. Так что... Не судите строго. Блин. Да. Наверное, не получится у меня вскарабкаться по нему. Ладно. Мы пойдем другим путем. Мы будем карабкаться по листве. Пытаться попасть наверх какого-нибудь тропического дерева. Ну, там... Какого получится... Вот. Блин. Чего отсюда, неужели? Аааа. Мы упали. Так, ладно. Ладно. Не будем страдать фигней. Вот. Паркур... Кстати, киньте в комментариях. Может, у вас есть хорошая карта для паркура, чтобы чисто вот... Потренироваться именно... Ну, как, в паркуре потренироваться. Вот. Я, наверное, сейчас вот такую лесенку сделаю. Из этого дерева прям вырублю. Наверх. Чтобы потренироваться просто паркуру. Потому что... Ну... Ну, в принципе, я думаю, я и так научусь по ходу прохождения. Вот. Ну, просто я знаю, что есть паркур-карты, где обучение пройдет гораздо быстрее. И в более таких тяжелых условиях. Как говорится, тяжело в учении, легко потом будет в бою. Ну, то бишь, в реальном прохождении. Так что... Скиньте, если у кого-то действительно есть. Вот. Я буду очень вам благодарен. Возможно, даже запишу потом видео по прохождению этой карты. Вот. Думаю, это будет интересно. Как я буду фейлиться сколько раз. Пытаюсь пройти эту карту. Ой, она сломалась топор. А, ну у меня, слава богу, есть еще один топор. Так, это хорошо. Так, ладно. Поставлю на паузу, заберусь наверх, потом... Так, ну вот мы и забрались наверх этого дерева. В принципе, оно, кстати, не самое здесь высокое. Из тех, что тут еще есть. Ну, ладно. Теперь будем спускаться и по такому принципу ступенек его за собой рубить. И желательно не оставлять... Ну, они же еще и в бок растут, эти деревья. Желательно нигде не оставлять таких остатков деревянных. Ну, потому что тогда листва не будет убираться и как бы будут такой некрасивые остатки листвы висеть в воздухе. Вот, вот видите, там спрятался кусочек. Там еще один, по-моему. Ой, ну слава богу, мы до него дотянулись. Так, вроде бы все. Вроде бы все. А почему под собой не рубить? Ну, потому что мы рискуем упасть. Хотя, в принципе, тут не высоко нормально. Можно сверху рубить вниз. Ничего страшного. Вот так вот мы нарубили. Кстати, довольно много это мы нарубили. Буррел он с него. С этого дерева. Блин, я, кстати, знаю, что есть мод, который позволяет нижний блок только срубить, и сразу все дерево рубится. Но, блин... О, у нас целый стак тропического дерева. Так, все, думаю, нам этого хватит. Теперь вопрос, как нам вернуться обратно? Так, ну я помню, что мы шли через пустыню, значит, нам куда-то туда надо идти. Да. Да, куда-то нам туда по-любому надо идти. Поэтому побежали обратно. Да, вот тут мы крафтили кактусы. Слушайте, как тут так долго крафтится топором? Ладно, побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Ой, овечки. А вот, кстати, овечки я не помню. Ну ладно. Мы возьмем из них шерсть. О, черная овечка! Дай черную шерсть. Дай белую шерсть. Прикольненько так. Так, а я хоть в том направлении-то бегу. Не знаю. Но думаю, что все-таки в том. Так, ладно, оставлю. О, вон наш ориентир появился. Все-таки не зря вот я построил. Это очень хороший метод. Если вы играете без модов, а я считаю, что, ну, Майнкрафт... Ну, во всяком случае, мне, может, вначале он интересен без модов. Потому что если бы была карта, там... Ну, это какое-никакое читерство, как бы. Это сложнее карту. Я не знаю, можно ли тут крафтить. Вот. Но все-таки смысл игры в том, чтобы выживать. И, как бы, ну, без модов он более похож чем-то на реальную жизнь. Вот. И, как бы, в реальной этой жизни у вас нет такой электронной карты, которая у вас висит над головой и подсказывает вам, значит, где у вас что находится. Вот. Поэтому я считаю, что лучше в Майнкрафт играть без модов. Так, ладно. Поехали. Да, это абсолютно другой цвет. Вот. Все. Думаю... Думаю... Думаю, теперь мы можем заканчивать наш пол. Instance, 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 instance. Так, ну, точнее, как заканчивать? Продолжать. Ну, в принципе, да. В принципе, и заканчивать сразу. Так, так, так. Так, ого, кончился стак. Слушайте, а хватит ли нам? Да, должно хватить. Так вот. Че я хочу? Все. Тут мы закончили. Вот. Это у нас тут будет такое начало. Кстати, напишите, кто знает, а есть ли, это, ну, как сказать, есть ли другие виды дерева. Вот. А пол, сам пол, пол я хочу сделать по-другому. Сейчас я вам покажу принцип, по которому я буду делать пол. Но я его сейчас сделаю по-другому. По-другому, по-другому, по-другому. Вот так. Сейчас я возьму стак березовых досок. Стак дубовых досок. Так, тропические. Дубовые, березовые. И где у меня еловые. И стак еловых. Ну, тут не пол, так, ну, ничего. И вот смотрите, как я хочу сделать пол. Ну, во-первых, вот так вот один блок. Потом, смотрите, по такому принципу. Дубовый блок. Потом тропический блок. Как бы по яркости я их ставлю. И самый темный такой блок. И сейчас я их буду расставлять в шахматном порядке. То есть, смотрите, как. Вот сюда такой блок. Так, это у нас этот есть. И березовый есть. И тропический. Блин, нет. Тропический тут плохо сливается. Слушайте, надо подумать. Так, ладно, давайте я поставлю на паузу. Чуть-чуть заполню начало. И потом включу. Пока я тут буду тупить. Я думаю, вам это не будет интересно. В общем, смотрите, как тут у меня процесс продвигается. Вот так вот я вот в шахматном порядке пытаюсь застраивать это все дело. Ну, конечно, не знаю, что получится. Но думаю, хоть что-то да получится. Ладно, продолжаем. Так, ну что ж. Пол я доделал. Вот он у нас такой получился. Как вы можете видеть, все в шахматном порядке. Одинаковые блоки рядышком нигде в одну линию не находятся. Что ж, я считаю, это неплохое. Ну, неплохой пол у нас такой. Довольно прикольный получился. Вот. Для первого раза. Ну, я первый раз дома в Майнкрафте строю вообще. Вот. Я думаю, неплохо. Вот. Ну, может, конечно, потом еще что-нибудь придумаем, переделаем. Ну, пока пусть будет так. Ладно. Что ж, пол мы сделали. Думаю, выпуск можно заканчивать на этом. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.